В программе Welcome среди разнообразия стежковых заполнений есть группа заливок и эффектов, чей угол наклона определяется по кривой. Называются эти заливки изогнутые. С помощью этих заполнений вы сможете придать вышивке более декоративный вид, получить какие-то специальные эффекты, недоступные при плоской заливке татами, ну и так далее. К этим заполнениям относятся заполнение контур, спираль, сдвиг и стежковые эффекты радиальное заполнение, флорентийский и растекание. Чтобы применить изогнутое заполнение, необходимо выделить объект или объекты и кликнуть по иконке заполнения или эффекта левой клавишей мыши. Ну или сперва выбрать инструмент и, прежде чем приступить к созданию объекта, назначить ему нужное заполнение или эффект, кликнув по иконке левой клавишей мыши. Чтобы зайти в настройки эффекта, нужно кликнуть по иконке правой клавишей мыши. В открывшемся окне вы найдете все необходимые настройки. Если иконка с заливкой неактивна, значит вы выбрали неподходящий инструмент или объект. И сейчас мы подробно разберемся, каким объектом и инструментом применимы данные заполнения и эффекты. Ну и пройдемся по настройкам. Заполнение контур. Заполнение контур применимо к объектам колонки А, Б. Комплексное заполнение. К инструменту кольцо. А также к замкнутым объектам, созданным с помощью инструментов группы вышивания графики. Вот только при выборе этих инструментов иконка заливки контур будет активна. Данные заполнения используются для создания объемных фигур, для замены заливки татами, там где стежки нужно свести в одну точку и сделать его заливку более живой, для оцифровки листьев и так далее. Выбираем инструмент, создаем объект. Выделяем его. Кликаем по иконке стежковое заполнение контур левой клавиши мыши, чтобы присвоить заполнение выбранному объекту. А чтобы зайти в настройки, кликаем по иконке правой клавиши мыши. Плотность. Это расстояние между полным рядом стежкового заполнения. Чем меньше значение, тем плотнее. Длина – это основная длина стежка в заливке. Попеременная длина стежка. А этот параметр отвечает за то, как стежки будут прокладываться в особо изогнутых местах. При большом искривлении стежок 4 мм не может повторить изогнутую кривую, а просто потому что он длинный. Включаем переменную и видим, что заливка стала более аккуратной в местах сильного искривления. Длина стежка – это минимальный размер стежка в ряду. И теперь, чтобы повторить изгиб, программа будет использовать стежки от 2 до 5 мм. Зазор по хорде – это расстояние между кривой контур и стежком. Чем меньше значение, тем точнее программа отработает изгиб. Ну а разбросанный в Африке разброс. Программа распределит стежки разной длины в ряду в хаотичном мозаичном порядке. Заполнение контур имеет три варианта оформления. Стандарт – прокладывает ряды стежков взад и вперед вдоль формы в перпендикулярный угол наклона стежкового заполнения. Контур создает единую непрерывную линию стежка, которая закручивается по спирали, заполняя форму. Равномерная плотность. Обеспечивает равномерную плотность на формах, различающихся по ширине. Кстати, этот тип недоступен при работе с инструментом комплексное заполнение и при работе с инструментами вышивания графики. Если вы выбрали тип заполнения стандарта или спираль, то среди настроек будет доступен параметр доли смещения. Этот параметр отвечает за смещение стежков в рядах относительно друг друга и позволяет избегать появления в заполнении нежелательных эффектов гладевого балика, ну или наоборот достичь такого эффекта. Также появится возможность установить тип обратного стежка. Кстати, если расстояние между строчками небольшое, обратная строчка по краям применяться не будет. Эта программа предотвращает повреждения ткани из-за слишком большого количества мелких стежков. При выборе заполнения контур с типом равномерная плотность будет доступен параметр сглаженности, который, на мой взгляд, хорошо работает при включенном параметре переменной длины стежка. Хочу обратить ваше внимание на то, что не на всех объектах хорошо будут видны те или иные настройки. В этом уроке я не вижу смысла углубляться в данную тему. Возможно, сниму потом дополнительный ролик с примерами. В целом, основные параметры, отвечающие за отображение заливки, это плотность и тип. Заполнение спираль и сдвиг. Эти заполнения активны при работе с инструментами колонка А, Б, комплексное заполнение, комплексное заполнение с поворотом, кольцо и замкнутыми объектами, созданными с помощью инструментов группы вышивания графики. По настройкам я не вижу смысла повторяться. Они те же самые. Плотность, длина стежка и переменная длина стежка. Создавая объекты, следует учесть следующее, что если объект имеет отверстия, то при назначении ему заполнения спираль, кстати и контур тоже, отверстия будут проигнорированы. А при назначении заполнения сдвиг, отверстия будут видны, их можно перемещать, создавать новые и они продолжат свое существование даже вне объекта. Точки начала и конца при работе с инструментами колонка А и Б с заливкой контура определяются первой и последней созданной точкой. При заполнении спираль, точки начала и конца никак не регулируются, каким бы инструментом не был создан объект. А при заполнении сдвиг можно определить, как будет вышиваться фигура из центра наружу или обратно. Что еще можно сказать? Следите за особо узкими местами, увеличивая плотность, чтобы не переборщить. Играя с формами, обращайте внимание, как программа отработала задачу, все листежки сгенерированы правильно. И отпустите свою фантазию при работе с этими инструментами и стежковыми заливками. Переходим к стежковым эффектам. Данные эффекты доступны при работе с инструментами, которым применимы заполнение сатин, татами или программная разбивка. Начнем с радиального заполнения. Выберите инструмент, задайте ему заполнение татами, переместите курсор мыши на рабочее поле и создайте произвольный объект. Выделите его и кликните левой клавишей мыши по стежковому эффекту радиального заполнения. Затем кликните по иконке эффекта правой клавиши мыши, чтобы открылось окно с настройками. В окне с настройками задайте произвольное значение отверстия. Если зайти в редактирование объекта, то перемещая узлы, можно менять форму отверстия и его положение. Чтобы переместить отверстия, наведите курсор мыши на центральную точку эффекта. Прижмите левую клавишу и, удерживая ее, перетащите отверстие в нужное место. Отверстие можно также расположить и вне контура объекта. Обратите внимание, стежковые заполнения в данном эффекте плавно формируются от контура объекта к контуру эффекта. Что до меня, то эффекты радиального заполнения – это своеобразная альтернатива объектам, созданным с помощью инструмента колонка B. Те же правила и те же возможности, однако более легкое формирование объекта. Эффект радиального заполнения блокирует возможность менять угол наклона, но вы можете выделить объект, применить к нему функцию разбить. И вот вы получаете объект комплексное заполнение с поворотом и возможностью редактировать углы наклона. А если вам нужен объект колонка B, то нажмите функцию разбить еще раз. Кстати, если точки начала и конца вышивания поставить где-то в центре, а затем применить, разбить, то вы получите два объекта. Работая с этим эффектом, имейте ввиду, что он довольно сильно стягивает ткань. А стежковая заливка на малом диаметре внутреннего круга в крупных объектах становится очень-очень плотной, даже при включенном эффекте укорочения. И если это так, то чтобы разрядить стежки, добавьте к объекту эффект неровный край. Те, кому непонятно, о чем я сейчас говорю, смотрите другие ролики на канале. Умея грамотно работать с настройками татами, можно получать интересные эффекты стежкового заполнения за счет проколов иглы. Флорентийский эффект, пожалуй, это самый популярный эффект. А начинающий применяет его зачастую без особой надобности, например, на плоской и плотной заливке татами, там, где он не особо-то виден, но зато сильно стягивает. Флорентийский эффект активен при работе с заполнением татами, квадрат и программная разбивка. Выберите инструмент, создайте произвольный объект, установите заливку татами и активируйте флорентийский эффект, кликнув по иконке левой клавишей мыши. Чтобы задать направление стежковой заливки, войдите в редактирование объекта. Изогнутая линия наклона отвечает за направление стежкового заполнения. Никакие другие регуляторы не работают. Вы можете формировать линию по своему желанию, добавляя к ней различные узлы. Но, если перегнуть палку, то программа сбросит настройки и вернет угол наклона к исходному, или сохранит линию формирования в том виде, что вы создали, но откажется изгибать стежковое заполнение. Чтобы зайти в настройки эффекта, кликните по иконке правой клавиши мыши. Эффект бывает типовой и максимальный. И эта разница хорошо видна при работе с программной разбивкой. И последний – это эффект перетекания. Работает так же, как флорентийский, но при этом формируется двумя направляющими. Создаем произвольный объект. Добавляем к нему эффект перетекания. Заходим в редактирование. И формируем линии, отвечающие за направление заливки. Здесь тоже надо действовать аккуратно, иначе вся работа будет сброшена. Как и в случае с флорентийским эффектом, разница между типовой и максимальной хорошо видна с программной разбивкой. Все три эффекта не могут быть применены к одному объекту одновременно. На сегодня все. Всем хорошего дня и удачной вышивки. Субтитры подогнал «Симон»!